Здравствуйте, дорогие товарищи слушатели-марксисты и сочувствующие! Сегодня мы с вами продолжим изучение работы Владимира Ильича Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме». Вашему вниманию сегодня мы хотим предложить главу 7, которую Владимир Ильич Ленин назвал «Участвовать ли в буржуазных парламентах?». И тут же сразу после такого заголовка он говорит «Немецкие левые коммунисты с величайшим пренебрежением и с величайшим легкомыслием отвечает на этот вопрос отрицательно». По всему видно, что это сказано чересчур размашисто и преувеличенно. Мы видим, что левые не умеют рассуждать, не умеют вести себя как партия класса, как партия масс. Вы обязаны не опускаться до уровня масс, до уровня отсталых слоев класса, это бесспорно. Вы обязаны говорить им горькую правду, вы обязаны называть их буржуазно-демократические и парламентарные предрассудки предрассудками. Но вместе с тем вы обязаны трезво следить за действительным состоянием сознательности и подготовленности именно всего класса, а не только его коммунистического авангарда, именно всей трудящейся массы, а не только ее передовых людей. «Участие в парламентских выборах и в борьбе на парламентской трибуне, говорит Владимир Ильич, обязательно для партии революционного пролетариата, а именно в целях воспитания отсталых слоев своего класса, именно в целях пробуждения и просвещения неразвитой, забитой темной деревенской массы. Пока вы не в силах разогнать буржуазного парламента и каких угодно реакционных учреждений иного типа, вы обязаны работать внутри них именно потому, что там есть еще рабочие, одураченные попами и деревенскими захолустьями, иначе вы рискуете стать просто болтунами». Вот так Владимир Ильич сразу, как бы с места в карьеру, можно сказать, ставит это понятие, участвует ли в буржуазных парламентах. И далее продолжает. «Участие в буржуазно-демократическом парламенте не только не вредит революционному пролетариату, а облегчает ему возможность доказать отсталым массам, что такие парламенты заслуживают разгона, облегчает успех их разгона, облегчает политическое изживание буржуазного парламентаризма». И далее он приводит такую мысль. «Относительно важности соединения легальной и нелегальной борьбы, этот вопрос имеет громаднейшее значение как вообще, так и специально потому, что во всех цивилизованных и передовых странах быстро приближается время, когда такое соединение все более и более становится, отчасти уже стало обязательным для партии революционного пролетариата в силу нарастания и приближения гражданской войны с буржуазией». То есть, сочетание легальной и легальной борьбы вызывается нарастанием противостояния между партииатом и буржуазией, говорит Ленин. «А также в силу бешеных преследований коммунистов республиканскими и вообще буржуазными правительствами, идущими на всяческие нарушения легальности». И далее он, сказав о необходимости участвовать в буржуазных парламентах и сочетании нелегальной и легальной работы, а легальная это как раз одна часть легальной работы, это работа в буржуазных парламентах, Владимир Ильич продолжает развивать мысль и говорит, «Мы, большевики, участвовали в самых контрреволюционных парламентах». И опыт показал, что такое участие было не только полезно, но и необходимо для партии революционного пролетариата. Из того, что парламент становится органом и центром контрреволюции, а рабочие создают орудия своей власти в виде советов, из этого вытекает то, что рабочим надо подготовляться, подготовляться идейно, политически, технически к борьбе советов против парламента, к разгону парламента советами. Но из этого вовсе не вытекает, что такой разгон затрудняется или не облегчается присутствием советской оппозиции внутри контрреволюционного парламента. И далее, полезно во время революции соединение массового действия из вне реакционного парламента с сочувствующей революцией, а еще лучше прямо поддерживающей революцией, оппозиции внутри этого парламента. Вот, опять же, как бы развитие мысли своей необходимости, он подтверждает фактами вот из деятельности российских большевиков о необходимости участия в буржуазных парламентах. И далее, как бы, еще дает подтверждение этому, этой мысли. И говорит, в Западной Европе и Америке парламент сделался особенно ненавистным передовикам-революционерам из рабочего класса. Это бесспорно, это вполне понятно, ибо трудно себе представить нечто более гнусное, подлое, изменническое, чем поведение гигантского большинства социалистических и социал-демократических депутатов в парламенте за время войны и после нее. То есть, помним из истории, что социал-демократы и социалисты большинства развитых капиталистических государств во время Первой мировой войны и после нее передавали интересы рабочего класса. И поэтому он так здесь заявляет в этой работе. И продолжает, что о том, что но было бы не только неразумно, а прямо преступно поддаваться этому настроению при решении вопросов, как следует бороться с общепризнанным злом, ну то есть с капитализмом. И говорит, что на одном революционном настроении строить революционный тактик нельзя. Тактика должна быть построена на трезвом, строгом, объективном учете всех классовых сил данного государства и окружающих его государств и всех государств в мировом масштабе, а также на учете опыта революционных движений, проявить свою революционность одной только бранью по адресу парламентского оппортунизма, одним только отрицанием участия в парламентах очень легко. Но именно потому, что это слишком легко, это не решение трудной и труднейшей задачи. Создать действительно революционную парламентскую фракцию в европейских парламентах гораздо труднее. Ну, история показала. Вы помните, что большевикам все-таки удалось в Четвертой Государственной Думе создать такую фракцию революционную. И продолжая эту мысль, Ленин говорит, что Россия в конкретной исторически-чрезвычайно оригинальной ситуации 1917 года было легко начать социалистическую революцию, тогда как продолжать ее и довести ее до конца Россия будет труднее, чем европейским странам. Вот видите, еще 105 лет назад он предсказал, что очень трудно будет продолжать. И мы с вами теперь видим, что как трудно было продолжать революцию. И далее он говорит, какие же условия обеспечили как бы легкое начало революции. И таких специфических условий, говорит Владимир Ильич, как, во-первых, возможность соединить советский переворот с окончанием благодаря ему империалистической войны, невероятно измучившей рабочих и крестьян. Во-вторых, возможность использовать на известное время смертельную борьбу двух всемирно могущественных групп и империалистических хищников, каковые группы не могли соединиться против советского врага. В-третьих, возможность выдержать сравнительно долгую гражданскую войну отчасти благодаря гигантским размерам страны и худым средствам сообщения. И в-четвертых, или четвертая особенность, это наличность такого глубокого буржуазно-демократического буржуазно-демократического революционного движения в крестьянстве, что партия пролетариата взяла революционное требование у партии крестьян, эсеров, и сразу осуществила их благодаря завоеванию политической власти пролетариата. Вот, перечислив эти специфические условия, он говорит, что таких специфических условий в Западной Европе теперь нет, и повторение таких или подобных условий не слишком легко. Вот почему, между прочим, помимо ряда других причин, начать социалистическую революцию в Западной Европе труднее, чем нам. Пытаться обойти эту трудность, перескочив через трудное дело использования в революционных целях реакционных парламентов, есть чистейшее ребячество. Ну, сейчас мы видим, что условия не только в Западной Европе, но и в России примерно такие, что начать сейчас социалистическую революцию, конечно, будет чрезвычайно трудно. И далее Владимир Владимирович говорит, именно потому, что отсталые массы рабочих и еще более мелких христиан в Западной Европе гораздо сильнее, чем в России, пропитаны буржуазно-демократическими и парламентскими предрассудками, именно поэтому только внутри таких учреждений, как буржуазные парламенты, могут и должны коммунисты вести длительную, упорную, ни перед какими трудностями не останавливающуюся борьбу разоблачения, рассеяния, преодоления этих предрассудков. В условиях, когда часто приходится прятать вождей в подполе, говорит Ленин, выработка хороших, надежных, испытанных, авторитетных вождей – дело особенно трудное. И успешно преодолеть эти трудности нельзя без соединения легальной и нелегальной работы, без испытания вождей, между прочим, и на парламентской арене. Критику и самую резкую, беспощадную, непримиримую критику следует направлять не против парламентаризма или парламентской деятельности, а против тех вождей, которые не умеют, и еще более тех, кои не хотят использовать парламентских выборов и парламентские трибуны по-революционному, по-коммунистическим. Только такая критика, соединенная, конечно, с изгнанием вождей негодных и заменой их пригодными, будет полезной и плодотворной революционной работой, воспитывающей одновременно и вождей, чтобы они были достойны рабочего класса и трудящихся масс, и массы, чтобы они научились разбираться правильно в политическом положении и понимать нередко очень сложные и запутанные задачи, которые из этого положения вытекают. То есть вожди, которые работают в парламенте, должны соответствовать, вот к чему подводит Владимир Ильич, мы должны соответствовать коренным интересам рабочего класса и работать, действовать в парламенте именно на их интересы. Ну, собственно, на этом он главу заканчивает, но я вот еще хочу сюда добавить один вывод, который прозвучал в конце работы, не в этой главе, но связанный с этой мыслью, которая была изложена в седьмой главе. Это такую мысль. Здесь в выводах Владимир Ильич говорит, в том-то и состоит ребячество отрицания участия в парламентаризме, что таким простым, легким, якобы революционным способом думают решить трудную задачу борьбы с буржуазно-демократическими влияниями внутри рабочего движения, а на деле только бегут от своей собственной тени, только закрывают глаза на трудность, только словами отделываются от нее. Бесстыднейший кариелизм, буржуазное использование парламентских местечек, вопиющее реформистское извращение парламентской работы, пошлая мещанская рутина, нет сомнения, что все это обычные и преобладающие характерные черты, которые порождает капитализм всюду. И не только вне, но и внутри рабочего движения. Но он капитализм и создаваемая им буржуазная обстановка, исчезающая даже после свержения буржуазии, очень медленно, ибо крестьянство постоянно возрождает буржуазию, решительно во всех областях работы и жизни порождает такой же по существу по существу ничтожными вариантами отличный по форме буржуазный кариелизм, национальный шовинизм, мещанское опошление. То есть, нужно действовать так, чтобы все-таки деятельность партии, в том числе и в парламенте, говорит Владимир Владимирович, отвечала коренным интересам рабочего класса, и сопротивлялась буржуазно-демократическому влиянию не только в какой-то легальной парламентской деятельности, но и внутри рабочего движения, настаивает Владимир Владимирович. Почему? Потому что именно рабочее движение есть основа коммунистического движения. Ну вот, что я хотел до вас довести, до вашего сведения, на сегодняшний день, какую часть работы хотел довести до вас. Пожалуйста, какие-то есть вопросы, возникли, если... Или уточнения. Может быть, что-то надо уточнить. Ну, наверное, стоит прежде всего уточнить, что работа здесь была написана больше 105 лет назад. Соответственно, ситуация немножко поменялась. Если бы тогда большевики участвовали во всех парламентах, и там было там 2,5 штуки всего. Нет, значит, их первоначально, в 4-ю Государственную Думу было избрано 6 человек, потом один оказался провокатором, Малиновский, который был избран от московской губернии. А потом, когда эта фракция, значит, выделилась самостоятельно от социал-демократов, от меньшевиков, от соглашателей ушла, и когда в период войны выступила против этой империалистической войны в парламенте, откровенно, то царскому правительству ничего не оставалось делать, как их арестовать и отправить их в ссылку в Сибирь. Потому что они открыто сопротивлялись войне, этой империалистической войне, в которой участвовала царская Россия. Нет, я к тому, что тогда механизм выборов очень сложный был. Очень сложный. И не такой отработанный, как сейчас. Конечно. Ситуация за сто лет... С тех пор буржуазия спохватилась. Похватилась. Она поняла, что деление на классы для нее невыгодно. И что выделять рабочий класс как отдельный класс, способный иметь свои политические взгляды, свои политические задачи. Поэтому все теперь подчинено только доллару и рублю. То есть попасть в буржуазный парламент можно, имея огромные деньги. Все сделано для того, чтобы проникнуть туда только с помощью денег. И никакая классовая позиция сейчас не может помочь туда проникнуть. Он же опять же когда приводит примеры Соединенных Штатов в тот период исторический, он же и пишет, что там тоже там выборы проходили уже давно. И там уже на них все так досмотрелись и так накушали. Да, что ненавидят Западной Европе и Америки и ненавидят парламенты. А в Англии если там парламент почитать, то там вообще уже на тот момент 300 существовало. Да, ну не 300, конечно. Ну а сколько? Значит, где-то где-то 150, примерно к этому моменту, когда создали Третью Интернационалу. Третью Интернационалу. Это как бы историческая все конва. Все-таки по существу. О чем говорит Владимир Ильич, что трибуна парламентская должна для того, чтобы выходить на ней и открыто критиковать? Не только критиковать, а, значит, использовать эту парламентскую трибуну, что до рабочего класса, до трудящихся масс довести социалистическое сознание, грамотное научное понимание общества без эксплуатации, именно, чтобы трудящиеся это осознали. Вот для чего нужно участие в парламенте, а не просто критиковать, организовать трудящихся, прежде всего пролетариат организовать, на борьбу за свои коренные интересы. Вот для чего нужна парламентская трибуна, как легальная возможность для рабочего класса. Вот о чем речь ведет Владимир Ильич. Я к чему собственно и подложу, да, в современные дебаты смотришь, когда депутаты или кандидаты депутатов выступают в парламенте. Собственно, критика это и к чему сводится? Они меряются кто больше садиков между собой. Недостаток нынешних парламентов и всяких там участников и оппозиции состоит в том, что стараются обходить антагонистические противоречия между рабочим классом и буржуазией и вообще даже упоминать практически стараются не упоминать вообще таких слов, как рабочий класс. Понимаете? А стараются избежать, потому что как только рабочий класс осознает свое положение в обществе, так капитализму придет хана. Вот в чем здесь проблема. И когда от рабочего класса дважды вот уже здесь когда после расстрела советской власти два депутата удалось рабочему классу двух депутатов в разных думах провести, сначала Владимир Федорович Григорьев в одном из парламентов был, а потом Виктор Ракач-Тюлькин попал туда, то их практически там запрещали им вообще выступать, они пару раз там пытались что-то сказать в интересах рабочего класса, и все их лишали слова и прекращали всякую возможность им выступать в премиях вот именно в таком направлении и потом вообще сделали так чтобы больше никто из представителей рабочего класса туда вообще не попал в эти парламенты и будут продолжать так действовать. Ну так возвращаясь к посылу Владимира Ильича в самом начале что надо участвовать во всех конечно надо продолжать участвовать биться все-таки может быть удастся найти какую-то лазейку чтобы провести такого представителя который бы смог как-то защищать интересы рабочего класса мы предлагали КПРФ чтобы взять кандидатом сейчас на президентских выборах товарищи которые уже имеют опыт борьбы в профсоюзах и так далее то есть коренные интересы рабочего класса но к сожалению не откликнулось КПРФ на такое предложение у нас есть вариант самовыдвиженца выдвинуться попробуй чтобы протащить самовыдвиженца надо иметь огромные деньги которых у рабочего класса к сожалению нет так уже здесь все предусмотрено есть еще вопрос работе а то уже ушли нет вопрос добавить есть что формально то что они сделали что классы исчезли им это было выгодно размыть и исчезли эти классы но они сейчас потихоньку обратно возвращаются сочетую что почти 70 ну больше 70 в оси не было никаких по сути классов открытых советской власти они сейчас возвращаются потихоньку эти классы обратно не сразу конечно через поколение потому что мы сейчас видим разграничение между тем чаще населения которые могут себе позволить частные школы частных учреждений отделяется тем самым от большинства наемных работников но это происходит не моментально быстро мы уже это видим потому что если первое поколение так называемых наших капиталистов это все-таки были еще хоть как-то связаны с советскими наследними советскими знаниями еще как-то там всякого разного конечно были но они имели хотя бы второе поколение оно еще больше отделилось от большинства потому что уже совсем другое образование в Северном Велирске сейчас еще больше отделится поколение то есть неизбежно но придем к этому обратно более яркому hood и неизбежно но тут придем только потому что была советская власть и 70 дет этого не было но эта медленная процессия она ярко будет выражаться и чем ярче она будет выражаться тем быстрее будущем божеству будет понятно что у нас есть класс сообщества потому что сейчас когда я говорю что у нас есть класс сообщества они его не audi они ничего не создают до конца, потому что они не видят этой границы. А когда эта граница будет очень сильно усиливаться, когда будет прекрасно видно, что технические капиталы учатся в отдельных школах, активно видно, в больницах, там, не знаю, отдельные, может быть, у них там какие-то свадебные появляются. Будет более активно выделяться, это будет более понятно и более выгодно. Ну да, здесь не только это, а надо все-таки помнить у Владимира Ильича, что только наличие революционной ситуации возможно пробудить массовое классовое сознание. А помните четыре признака революционной ситуации Владимира Ильича, мы с вами уже этот вопрос изучали, поэтому нужно готовиться и готовить это все представителям рабочего класса к тому, чтобы произошло массовое осознание своего положения рабочего класса. Ну, она не происходит, потому что пока что не так ярко выражена. Конечно, да, да, да. Не так ярко выражена. Просто когда объясняешь, какие классы, они еще не до конца это понимают ранее. Потому что экономическая ситуация не соответствует еще. Просто даже общаешься с тем, кто там у них нарастающие капиталисты первого поколения, они дают свои детей в частную школу. И спрашивают, а что вы не общие, как бы, как бы, из Амдора участники, что вы не даете общие? Они дают общие, потому что там есть английский, китайский, там еще какие-то, еще дополнительные, которые общие образователи не даются специально. Потому что, нет, задачи у государственных, чтобы... Ну, расслоение было бы продолжалось. Чтобы они могли понимать, могли иметь нормальное образование. Им нужно просто, чтобы врачи потребить, а вот эти частные школьники, соответственно, врачи, руководители. Конечно. Которые военные руководили. Конечно. Это и будет свой. И когда в это третье поколение вступит, так сказать, в силу, а каждый социолог, каждый тридцать лет сменяется поколение примерно, это будет, ну и скоро, к сожалению, будет не скоро. Тогда начнется именно, я думаю, более, так сказать, с движением, пониманием. Тогда и поколение, и рабочих тоже сменится. Ну да. Сейчас пока второе поколение вступает в силу. Ну да, да. Я думаю, только рабочие. Я думаю. А дальше, как бы. Ну что, будем заканчивать. Следующая глава, на следующем занятии я предлагаю рассмотреть следующую главу, Владимир Ильич. Этой же работы, которую он назвал. Никаких компромиссов. И вопрос поставил в конце этого названия. То есть, как относиться к компромиссам должны были коммунисты, вот участники Второго Конгресса Третьего Интернационала. Вот о чем предлагаю поговорить на следующем занятии. Тут есть комментарий небольшой в чате от нашего постоянного зрителя. Он, собственно, указывает нам, напоминает, что работа все-таки историческая была написана. И брать ее как есть, и использовать сейчас как руководство к действию, достаточно опасно в том плане, что ситуация поменялась. Конечно, ситуация изменилась, поэтому использовать эти высказывания Владимир Ильича с учетом сложившейся ситуации на сегодняшний день. А как же, и относиться к ним надо с учетом сложившейся ситуации.